Сегодня посмотрим на отличные беспроводные видеосендеры, которые могут посылать сигнал сразу в двух диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц одновременно, не перепрыгивая с одного канала на другой, а реально посылая одновременно по двум. И прямо сейчас вы можете видеть, что через сендер Axun Cineview Mark II SDI у меня приходит сигнал вот в этот накамерный монитор, который совсем не на камере. Давайте разбираться, плюсы, минусы, нюансы. Погнали! Всем салют, друзья! Меня зовут Олег Никитин, вы на канале No Limits On. Итак, Axun Cineview Mark II SDI у нас имеет свойство раздавать сигнал сразу на 4 девайса. Это может быть как 4 родных приемника, пожалуйста, так это может быть и 4 смарт-девайса, допустим, Android или iOS-девайсы, планшеты, смартфоны и приложения. Кстати, у них тоже замечательное, про него чуть позже расскажу тоже. А рабочая дистанция у этой системы более 450 метров. Поэтому, конечно, друзья, я провел тесты и на улице, и в помещении, и сквозь стены. Давайте их посмотрим и затем продолжим. Итак, друзья, время теста дистанции. Сейчас я нахожусь в режиме Speed, то есть это максимальное качество передачи сигнала не с точки зрения картинки, а с точки зрения дальности. У нас заявлено 450 метров, я сейчас делаю ножками вот так в части экрана с записью в Ninja V, вы это видите вот тут внизу. Я такой вот интересный товарищ. И мы сейчас будем отходить и смотреть на то, как себя поведет данная система. У нас сейчас выбрана восьмая группа, канал 165. Да, вот такой канал у нас. И я отхожу для начала вот сюда. Давайте возле этого значка. Раз, два. Ну, все отлично. Я вижу, что передача сигнала 1080p, 60 кадров в секунду. Все четенько. Давайте мы сейчас пройдемся с вами в другую точку. Попробуем отойти немножко в сторону. Так, ну вот как будто бы чуть-чуть начала подлагивать картинка. Так, здесь я уже из кадра вывалюсь, поэтому пойду сквозь машины. Здесь у нас 33-этажные дома, куча Wi-Fi сетей. Ну и вы сами понимаете, это максимально сложный тест, максимально комплексный. Вот я отошел, друзья, вот сюда. Приближу вам картиночку, ножками дергаю. Вижу, что все работает. Ну, давайте по традиции я зайду сейчас за электрощитовую, за металлическую конструкцию. С кучей дополнительных электропомех и всего такого. Посмотрим, насколько это будет рабочий вариант. Так, я сейчас вижу, что я отхожу. Вот у нас тут все гудит. Так, да, я себя вижу. Иду, захожу. Зашел. Так, сейчас не особо понятно, конечно, что-то двигается или нет. Но там вроде чувак возле тачки двигался. Ну и вот, друзья, я вышел. Вижу свою замечательную камеру на балконе, пятого этажа, кстати говоря. Ну и все по-прежнему работает. Давайте теперь отойдем еще дальше. Здесь у меня за 200 метров точно. 250 может быть. То есть это не должно составлять каких-либо проблем для данной системы. Так, где я есть? Вот машинка мимо меня едет. Все работает. И сейчас я зайду полностью за дом. То есть вот сейчас скрылась камера из вида. Смотрим. Вот вижу, что люди идут. По-прежнему есть сигнал. Да. Так, вот сейчас начались подлагивания. Я уже сильно далеко за дом ушел. Тут уже, наверное, шансов у нас не будет. Ну да. Да, пока что сигнал не отвалился. Но он сильно подлагивает. Как вы понимаете, я совсем уже за домом. Ну вот вижу девушку с коляской. Она идет. Сигнал все еще передается. Да что ж такое. Давайте попробуем еще дальше отойти. И понять вообще, сколько лимита у нас в этом плане, когда сигнал все-таки отвалится. Пока что он все еще не отвалился. Я вижу машины. Конечно, сигнал подтормаживает, подлагивает. Но я зашел уже за два дома, получается. То есть здесь уже больше 400 метров. Все, сигнал отвалился. Ну, на мой взгляд, очень достойный результат. Я думаю, что в таких условиях снимать вы вряд ли будете. Но скажем, какой-нибудь футбольный матч с одной стороны трибуны... О, кстати, сигнал вернулся. С одной стороны трибуны на другую сторону трибуны добить вы сможете вполне. И за счет того, что здесь у нас сразу и 2,5, 2,4 ГГц и 5 ГГц одновременно посылаются сигналы уже в приемнике. Он объединяется в один. У нас получается хорошее качество сигнала. Ну, друзья, я очень далеко ушел. Поэтому давайте поставим 5 с плюсом этой системе. Можно смело брать и работать. Кайф! Ну, друзья, сейчас я переключился в режим HQ, то есть максимальное качество передачи сигнала. По картиночке давайте посмотрим. Сейчас запись идет в Sony ZV-E1 внутрь, в 4K на флешечку. И у меня здесь сигнал прилетает, соответственно, в 1080p. Посмотрим, насколько он хуже визуально, чем то, что у нас записывается в 4K непосредственно в камеру. Как вам результаты? Можете написать в комментариях. А сейчас, друзья, у меня камера направлена на компьютер, который проигрывает мой же собственный ролик. Она стоит у меня в кабинете. Я сейчас буду выходить из квартиры и идти по коридору. Кабинет находится по диагонали относительно, собственно, коридора. Поэтому давайте посмотрим, насколько у нас сквозь стены будет хорошо пробиваться сигнал. Сейчас у меня, откровенно говоря, уже 4 стены препятствий. Но это такие тоненькие стеночки, не несущие. А сейчас мы с вами выйдем в коридор, и там уже будут и несущие стены, и их будет много. Я не ожидаю каких-то чудовищных показателей, потому что через такое количество стен, откровенно говоря, пробиться будет почти нереально никакой беспроводной системе. Все-таки стены есть стены. Ну вот, я уже вижу подлагивание. Так. И... Ну, кстати, пока работает. А нет, все, не работает. Я залагал. Все, сигнал отвалился. Ну и учитывая, что я по диагонали в ту сторону, у нас больше 10 стен пробила эта система от Аксун. А это хорошо. И, друзья, результаты теста вполне оправдались. Что ожидал, то я и увидел. В некоторых местах даже и превзошли мои ожидания, ребята, из Аксун. Здесь сигнал передается в 1080p до 60 кадров в секунду. Но при этом вы можете завести сигнал HDMI. В том числе здесь есть HDMI вход и выход у нас на передатчике. И таким образом его переформатировать из 4K в 1080p. Автоматически никаких дополнительных действий для этого не нужно предпринимать. Либо же вы можете SDI завести и вывести по HDMI с другого конца. Или же наоборот. То есть кросс-конвертация SDI и HDMI здесь также присутствует. Заявленная задержка здесь без учета задержки самой камеры. И да, сама камера тоже чуть-чуть задержки добавляет. Это 50 миллисекунд. Это в режиме максимально быстром. Я же протестировал задержку в режиме Normal. Есть у нас режим обычный или Normal. Есть Speed. Это максимально быстрая передача, но не такая качественная картинка. И есть HD. Соответственно, максимально качественная картинка. В принципе, результаты по задержке чуть-чуть выше заявленных. Но опять же, режим Normal использовался. Плюс у камеры есть задержка. Туда-сюда. Мы получаем вполне себе рабочую задержку. На бумаге же это менее 50 миллисекунд. Ну, фокус, в принципе, при желании фокус-пуллеру покрутить можно будет. Что же касается комплекта и самих устройств. Ну, во-первых, в комплекте вы получаете два дополнительных крепления на холодный башмак. Приятное дополнение. И сами устройства. Весят они 220 граммов с антеннами. Или там 230. Я их замерял. На экране вам сейчас точно покажу. Антенна у нас есть как на диапазон 2,4 ГГц, так и на 5 ГГц. Соответственно, есть вот такие длинненькие. И есть коротенькие, которые в торец вкручиваются. Сами же устройства могут быть запитаны сразу тремя способами. Это USB Type-C. При этом они по USB Type-C, да и в принципе, жрут совсем немного. То есть у нас 4-6 Вт. Получается, что на NPF-ках он будет работать очень долго. От любого пауэрбанка будет долго работать. Поэтому замечательный дополнительный бонус. Ну и, конечно, можно NPF-ки. И еще можно сюда завести DC. 7,4 В, тире 16,8 В. А на USB Type-C 5 Вольт, 2 Ампера вход. Еще у нас здесь есть специальное колесико, которым вы выбираете группу. Я его сейчас трогать не буду. Это для того, чтобы вы выбрали одну группу на всех устройствах. У меня сейчас 8-я группа здесь используется. Когда группа меняется, девайсу нужно будет перезагрузиться. Такой нюанс. Но, в принципе, группа нужна только для того, чтобы вы в одной группе с одним набором девайсов и работали. Далее у нас здесь кнопка включения. Здесь все стандартно. А с другой стороны мы сейчас с вами говорим, кстати, про приемник. Именно это он у меня сейчас в руках. С другой стороны у нас здесь есть SDI Out. И, конечно же, есть HDMI Out. Но, помимо этого, есть еще и UVC Out. Что такое UVC? Это сделать, может, из вашего приемника получается веб-камера. То есть я вам сейчас показываю материал. Вы просто по USB Type-C проводу подключаете это все дело к компу. И определяется как вебка. То есть можно сделать такую себе бюджетную вебку с помощью этого устройства. Тоже отличное дополнение. Внизу у нас есть четверть дюйма резьба. И сами материалы отличные. Это, по-моему, все сделано из авиационного алюминия. Что же касается передатчика, который над моим Atomos Ninja 5 сейчас стоит. И через него Loopback идет, соответственно, сначала в передатчик. Потом сюда на приемник. Потом сюда в монитор. В общем, у нас на передатчике есть вход и выход HDMI. То есть можно Loopback сделать не через монитор, а через сам передатчик. И там также есть возможность запитать это все по USB Type-C. Ну и SDI вход тоже, конечно же, имеется. Еще у нас есть замечательный экран. Экран большой, яркий, с максимально подробной информацией. Он показывает даже заряд батареи. Вот сейчас 81-82% на этой NPF. Он мне показывает также, что он работает сейчас в двойном режиме. То есть и на 2,4 ГГц, и на 5 ГГц одновременно. Показывает, что мы в 264-м кодеке получаем сейчас сигнал 1080p 25 кадров в секунду. И даже звук. Мы сейчас пишем AAC Hi-Fi 48 кГц 16 бит. Передаем также по воздуху. Дисплейчик отличный. Навигация максимально простая. То есть если мы тыкаем один раз на серединку, мы выбираем, какой у нас режим. Нормальный, HQ или быстрый. Еще раз нажимаем, получаем информацию, где какая прошивка и так далее. Это на ресивере или на приемнике. А на передатчике или на трансмиттере у нас есть еще парочка функций. Например, выбор канала. Но обычно канал подбирается автоматически. Так что в принципе комплект неплохой. То есть антенки есть, сами девайсы есть, крепеж есть. Питание, соответственно, сами докупаете. Еще одно конкурентное преимущество системы AXON Cineview Mark II. Это то, что она может работать с большим количеством других сендеров от AXON. Я вам сейчас показываю на экране возможности compatibility, так называемой по-английски. То есть совместимости с другими девайсами AXON. И почти все сендеры от AXON будут поддерживаться. Это просто шикарно. У других компаний, у конкурентов обычно там одна система. И максимум там 2-3 девайса ее поддерживают. Дальше они выпускают новую систему. И начинается снова то же самое. То есть поддержка одного-двух. Потом новая система снова 1-2. Нельзя купить что-нибудь старенькое. И чтобы оно работало с новеньким. А здесь все наоборот. Это очень-очень хорошо. Еще эта система поддерживает последнее новое приложение для камер Sony. Это Sony Monitor and Control App. Которое в России, блин, недоступно. В общем, танцы с бубном придется сделать. Но с помощью этого приложения можно будет его также подцепить через сендеры и работать более удаленно. Что круто. А стоит все это удовольствие 500 долларов. Что в принципе по рынку очень даже конкурентная цена. Ну и конечно, друзья, приложение Axun C App обладает огромным количеством функций. Таких как False Color, Grid, аноморфные дисквизы или аноморфотные. Кому как больше нравится. В общем, само приложение шикарно. Я его уже обозревал, когда делал обзор на CIMO. Тоже от Axun, который превращает ваш iPhone непосредственно в накамерный монитор. Так что если интересно, можете в конце ролика посмотреть вот здесь. Ну а если остались вопросы по CineView 2 SDI, то обязательно пишите их в комментариях. Если ролик вам понравился, жмите лайк, подписку и колокольчик. Я это очень ценю. Ну и как сказал, CIMO 4K можно посмотреть вон там. Спасибо большое за просмотр. Берегите себя. Пока.